Вы знаете, какая особенность есть между мужчинами и женщинами? Она заключается вот в чем. Я, наверное, хочу вам открыть тайну, женщины уважаемые. Вы знаете, каждый мужчина, который ищет женщину, ищет ее не для того, чтобы содержать, и не для того, чтобы смотреть на нее и радоваться. И точно не для того, чтобы она рожала детей. Вот я открою для вас тайну. Мужчина ищет женщину для того, чтобы с ней заниматься сексом. одна из самых сильных мотиваций которая двигает мужчину на пути того чтобы рядом с ним была женщина это желание иметь постоянного полового партнера и в тот момент когда мужчина находит постоянного полового партнера то у нас есть как бы двухэтажная 2 как бы двухполюсное восприятие этой этой задачи то есть тот момент когда женщина ищет мужа себе хорошего или плохого мужчина ищет половую связь таким образом мужчина ищет половую связь или полового партнера он этого хочет а женщина хочет мужа и не хочет как правило половой связи в самом начале знакомств а вот теперь подумайте если бы гипотетически и хоть это практически невозможно гипотетически изменить данную ситуацию или поменять ролями или местами я даже провел некий социальный эксперимент в котором поучаствовали те люди которые на меня работают мужчины причем все холостые вот сегодня ехал с одним мужчиной он ехал за рулем а я рядом с ним находился а еще ранее днем я с мужчинами встречался и задавал им тоже этот вопрос из этих мужчин ну по крайней мере три четыре человека все холостым и вопрос звучал приблизительно так я им задавал этот вопрос им говорил вы представляете мужчины если бы вот допустим ты представляешь если бы тебе написала женщина в каком-нибудь службе знакомств и она бы написала вы хороший мужчина вы мне достаточно нравитесь привет там вы хороший мужчина но я могу сказать вам что мне интересен не интересны постоянные отношения мне наверное не интересны какие-то там ну какие-то идеи я ищу себе мужчину просто для того чтобы в дальнейшем заняться с этим мужчиной секса мы можем встретиться и после чего вы не встречаетесь для секса вы встречаетесь для знакомства как обычно это и делает мужчина вот мужчина же не зовет вас сразу постель он зовет вас в кафе или где-нибудь посидеть и так далее ну и это если бы мужчина звал приезжай ко мне там и так далее приезжай ко мне домой этого же нет обычно там мужчина говорит давайте встретимся давайте встретимся где-то ну вот женщина точно также говорит давайте встретимся предлагайте мужчина говорит давайте встретимся в ресторане в кафе в клубе или еще где-то вы краситесь приходите и так далее узнаете так вот в этот момент у мужчины будет понимание того что он все равно рано или поздно получит интимное отношение от той женщины которая есть рядом с ним и он не будет и на это настраиваться он будет оценивать женщину уже как бы вычеркивая своего плана интима вычеркивая элементы этого интима будет думать какая она красивая ли какая у нее душа или как она разговаривает если у нее нет детей и вы представляете такой мужчина будет думать об этой женщине что он уже будет видеть ее не с позиции животного и мяса а с позиции интеллектуального человека у которого как бы одна позиция уже закрыта то есть гипотетически это может произойти и вот одна из проблем женщин которая есть в тот момент когда женщина собирается выйти замуж то что она рисует себе бесконечную картину хочу выйти замуж хочу жить с мужчиной пусть рядом со мной будет мужчина и так далее но она не учитывает тот момент что нужно ставить на первое место интимное желание вот если женщина имеет интимное желание или гипотетически рассматривает интимное желание как первое основное желание во время того когда она встретится с мужчиной то это стопроцентная гарантия что она выйдет замуж прямо стопроцентное второе обязательно думая о мужчинах испытывайте состояние тепла в своей груди отключайте свои мозги тогда будет больше шансов с этими мужчинами и жить и встречаться и так далее мозги заставляют мозги это намерение они заставляют действовать как бы включать гормоны мозги гормоны что гормоны у мужчин так женщина думающая что и на нужно замуж будет находить каких-то извращенцев которые хотят только секса а если женщина будет чувствовать или накапливать вот эти чувства то есть она будет радоваться окружающему миру радоваться природе радоваться творчеству танцевать петь хохотать как бы беззаботно жить вот такая женщина думая о мужчине о том что мужчина прежде всего это источник не только заботы и ухаживания еще источник наслаждения еще интимного